Главное событие Камчатской зимы, масштабный спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню Открытия Беренгии 2019, прошел 23 февраля. По предварительным подсчетам, биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова посетили по разным источникам от 6,5 до 8 тысяч человек. Среди них и гости из Республики Корея. В этот раз я посетил Камчатку первый раз. Мне очень приятно находиться сегодня вместе с вами. Особенно в таком радостном мероприятии для Камчатки, это Беренгии. А также первое ощущение о Камчатке, у нас очень всего общего друг с другом. Это море, это горы, это наша сфера деятельности. И я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и укрепление дружбы с Камчаткой. Традиционное открытие Беренгии началось с парада каюров. После губернатор края Владимир Илюхин поздравил участников Дюлин-2019. Напомню, в этом году в детской гонке на собачьих упряжках участвовало рекордное количество ребят. На старт 21 февраля вышли 68 из 70 заявленных детей. Победители каждой возрастной категории получили от главы региона щенков сибирской хаски. Собак, привезенных из хабаровского питомника, получили Даниил Березань, Кристина и Виталий Кривогорницыны. Питомник славится тем, что собаки очень имеют хорошие рабочие качества, бегучие. В этом году защитили два щенка из этого питомника к титулу чемпионов РКФ. Старт гонки Пролога, в котором участвовали 39 каюров, был назначен на 14 часов в 10 минут. Первой на 10-километровую дистанцию, согласно жеребьевке, вышла Анфиса Бразалук. А финишировала Наталья Орехова. На 12 секунд позже приехала Ксения Хорошилова. Бронзу завоевала Дарья Кривогорницына. Победители получили денежные сертификаты, кубки, призы. Старт большой гонки запланирован на 2 марта в селе Эсса. Гонка пройдет по западному побережью Камчатки, до поселка Палана. Потом через Срединный хребет пересечет весь полуостров до поселка Оссора и вернется в поселок Усть-Камчатск. Таким образом, общая протяженность гонки составит 1310 километров. Беренгея пройдет практически более чем по половине районов. Она пойдет по селам, там ждут, для того, чтобы им сказать спасибо, чаем напоить, накормить. Сделать все для того, чтобы и кайру, и собачки отдохнули. Поэтому Беренгея – это жизнь Камчатки, а Камчатка – это Беренгея. Открытие Беренгея было назначено на 13 часов, однако торжества по такому случаю начались гораздо раньше. Правая нога желтая. На территории за трибунами были развернуты сразу несколько детских городков. Победителям вручали вот такие карточки, обменять которые можно было на различные сувениры и сладкие призы. Много чего выиграла. Каких конкурсов участвовала? Твистер, ну погоди. Еще участвовала в Энгри Берст, но не победила. Ребят развлекали и в отапливаемых помещениях. В палатке визит-центра вулканарию можно было попить чай, поиграть в настольные игры и поучаствовать в мастер-классах. Мы раскрашиваем свечи вулканы. Это единственное в России производство свечей. И дети, взрослые сейчас собственноручно изготавливают. У них появляется дома их личный вулкан, поджигая который течет лавый поток. Это удивительный сувенир, который Беренгии дарит всем своим гостям. Еще в одной палатке разместилась экспозиция музея Беренгии и специальная почта Беренгии. К открытию Беренгии 2019 года были выпущены вот такие открытки. Их серия открыток. Она состоит из шести видов, каждые по 300 штук. Отправить их можно было в любую точку мира совершенно бесплатно, вот в этой специальной палатке. У каждого пришедшего на праздник была возможность выиграть мобильный телефон. Для этого необходимо было выложить фотографию в социальной сети с хэштегом «Моя Беренгия» или «Беренгия 2019». Потом вы подходите, показываете нам фотографию, и мы вам даем номерок, а вы записываете свое имя. И в три часа на дальней сцене будут результаты. Огромное количество людей собралось возле дальней сцены не только потому, что здесь прошел розыгрыш призов. Жители и гостей полуострова приехала развлекать группа «Волга-Волга». Ну как попали, нам просто позвонили, сказали, ребята, у нас классный праздник, приезжайте, сделайте праздник еще лучше. Мы, конечно, скромные, но, в общем, постарались сделать так, чтобы было все весело. Нам очень понравилось на Камчатке, очень круто. Народ был в восторге от вокально-инструментального ансамбля, и мало кто смог устоять на месте от заводных песен казанских исполнителей. Немалый интерес у происшедших на праздник вызвали и традиционные игры малочисленных народов Севера. Переодевшись в национальные костюмы, люди с удовольствием принимали в них участие. На этнической площадке «Дыхание Севера» было установлено и национальное жилище – юрта или, по-другому, яранга. Внутри есть все убранство, шкуры, бубны, собственно, и самое главное – мы угощаем внутри настоем из трав. Собранный камчатский иван-чай, шиповник и мелиса. Собственно, люди могут погреться, там послушать этническую музыку, окунуться в эту атмосферу. К Беренгии готовятся не только каюры, но и коренные народы. Да и ведь масштабный праздник – это еще одна возможность рассказать о своих традициях и о быте. Я представляю здесь свои изделия, как традиционные, как и сценические. Это кухлянки, головные уборы, малахаи, лената, плюс торбоза. И еще накидки, накидки из морского охотика, из нерпы. Кроме того, перед гостями Беренгии выступил знаменитый российский коллектив сопрано турецкого. Девушки исполнили песни русской и зарубежной эстрады. Тот, кто не успел купить билеты на открытие Беренгии до начала мероприятия, могли сделать это непосредственно 23 февраля на биатлонном комплексе. Специальная палатка была размещена прямо у главного входа. Пришедшие на праздник остались мероприятием довольны. Мы местные жители, мы сами живем в Петропавловске, Камчатском. Беренгия очень нравится нам, каждый год посещаем. Это огромный праздник, это правильно говорят ведущие. Здесь начинается Россия, Камчатка. Приезжайте все к нам на Беренгию. Пусть будет праздник, весело, хотя и немножко холодно. Лиза Млатыпова, Алексей Кузьмин, Иван Родин, Дмитрий Былков. Информационное агентство Камчатка.